Отключение России от SWIFT не драматично и не смертельно. Об этом заявил журналистом председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Было отмечено, что существует российский аналог системы и через него могут спокойно проводиться все взаиморасчеты на территории страны, отмечает ТАСС. Операции по картам внутри России не зависят от SWIFT, также рассказал РБК глава финансовых ассоциаций Роман Прохоров. Президент страны Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу и начальнику генштаба Валерию Герасимову из-за угроз Запада перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Российские войска совместно с Народной милицией ДНР и ЛНР продолжают специальную военную операцию. За происходящим следят во всем мире, мониторят новостные ленты и амурчане. Как относятся к ситуации, они рассказали нашему корреспонденту. Я сам из Краматорска. Я сам оттуда. Я переживаю, люди гибнут. У меня там родня живет в Донецке. Всю жизнь, вот пять лет назад ездил. Собираюсь в этом году, если все будет хорошо. Я доволен, чтобы все это свергнуло, и чтобы наши войска вошли, и чтобы больше там такого не было. И давно бы уже надо было, еще в 15-м году надо было вот эти вещи сделать, дабы не затягивать дальше. Народ страдает, и это главное, что нам сейчас нужно, чтобы люди жили спокойно. Желаю, чтобы все закончилось хорошо. Ну, если не мы, кто сделает, понимаете? Ну, кто сделает? Никто не сделает. Конечно, нас пиговали там оружием, теперь, конечно, они там начнут. И уже начали. Вынудили страну нашу, вот и все. Я военный человек. Я думал, скорее бы это все наши войска взошли, освободили, и эту нечисть всю перебили. С опережением сроков. На строительной площадке нового Зейского моста завершился этап надвижки пролетного строения. Его установили на пяти опорах. Скорость работ достигала 4,5 метров в час. За два этапа надвижки строители прошли 336 метров. Суммарный вес надвинутой конструкции составил 1400 тонн. Основой нового автомобильного моста станут 26 опор и вантовая система. Общая протяженность объекта составит 9 километров, из которых 2 – мостовая часть, 7 – подходы. На мосту будет организовано автомобильное движение по одной полосе в каждую сторону. По предварительным оценкам, реализация проекта позволит разгрузить существующую переправу на 40-60%, сообщает пресс-служба областного правительства. В Тынде скульптуры в ледовом городке разрушили вандалы. Фото и видео опубликовало муниципальное предприятие «Чистый город». Сообщается, что от рук злоумышленников пострадало пять фигур. Было решено убрать остальные объекты. Военные железнодорожники уложили 30 тысяч скального грунта в тело насыпи, по которой будет проходить вторая ветка БАМа. Для выполнения этой задачи бригады Восточного военного округа в условиях вечной мерзлоты выполнили полторы тысячи рейсов. В карьере возле поселка Верхний Зейск военные железнодорожники ежедневно добывают полторы тысячи кубических метров породы. И это при том, что зимой температура воздуха в этом районе достигает минус 35 градусов. Добытые скальник, крупные и негабаритные камни идут на сооружение насыпи для укладки железнодорожного пути рядом с первой веткой БАМа. На участке строительства БАМ-2 УЛАГ-Верхний Зейск военнослужащим в общей сложности предстоит отсыпать 170 кубометров грунта. На данном участке у нас производится сооружение насыпи для укладки железнодорожного пути. Общий объем насыпи на нашем участке составляет 170 тысяч метров кубических. В данный момент выполнена отсыпка насыпи порядка 30 тысяч метров кубических. На участке работает комплекс землеройных машин, включающий в себя три экскаватора, два бульдозера, 22 самосвала. Протяженность второго пути БАМа на участке от УЛАГа до Февральска – 340 километров. Его строительство началось в апреле 2021 года. В работах задействованы несколько бригад Восточного военного округа и железнодорожное соединение из центральной части России. Подробнее об этом и многом другом корреспонденты Амурского областного телевидения расскажут в вечерних выпусках новостей. Первый смотрите в 18.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова